Добрый вечер и добро пожаловать на передачу Такера Карлсона. Более 50 лет голливудские либералы и американские внешнеполитические эстеблишмент смотрели друг на друга с подозрением. От Вьетнама и до Ирака актеры зачастую были жесточайшими критиками любых войн в разное время продвигаемых Вашингтоном. Однако многое изменилось. Взлет Дональда Трампа привел литы всего политического спектра к осознанию того, что у них гораздо больше общего друг с другом, чем с американским средним классом. Внезапно либералам из Лос-Анджелеса стали нравиться идеи бессмысленных войн с другими государствами. Роб Райнер актер, режиссер и либерал. Теперь он возглавляет группу, созданную для расследования российского вмешательства в последние выборы. Он объединил свои усилия с разнообразными консервативными сторонниками войны из Вашингтона. Вот их последняя реклама. Слушайте внимательно. На нас напали. Мы ведем войну. Свободный мир рассчитывает на наше лидерство. На протяжении 241 года наша демократия была для всего мира ярким примером того, к чему мы все должны стремиться. И мы в долгу перед людьми, которые сражались и погибли, чтобы защитить эту великую нацию и спасти демократию. И мы обязаны продолжить сражаться ради будущих поколений. Итак, Морган Фримен, работающий на Роба Райнера в союзе с давними поклонниками войны из Вашингтона, такими как Дэвид Фрам и Макс Бут, рассказывает нам, что мы ведем войну. Ну и когда же конкретно начнутся бомбардировки? Мы побеседовали с Робом Райнером, чтобы задать ему этот вопрос. Смотрим. Итак, у нас война. Как бы вы отреагировали, если бы президент Трамп отнесся к этому серьезно и отправил самолеты Б-52 на Санкт-Петербург или заблокировал Финский залив? Вы бы это поддержали? Нет, когда мы говорим, что ведем войну, мы имеем в виду кибервойну. Этого не уточняется. Там говорится, говорит Морган Фримен, голосу которого все доверяют. Все люди сразу доверяют ему, что мы ведем войну. Так что если вы на самом деле так не считаете, зачем тогда вы это говорите? Ну, если вы посмотрите видео... Я посмотрел. Целиком. В нем говорится о кибервойне. В нем говорится о том, как ему удалось, знаете, использовать интернет и киберинструменты, чтобы напасть на демократию. Что они сделали? Но нельзя ли было где-нибудь там пояснить, что на самом деле мы не воюем? Это просто наше художественное допущение. Мы просто пытаемся вас впечатлить. На самом деле это не война. Нам не нужно отвечать так, как если бы мы вели войну. Почему бы этого не сказать, чтобы не смущать людей? Ну, я бы сказал, если бы вы посмотрели видео целиком... Я посмотрел. Вы бы не были так ими обескуражены. Хочу сказать, что меня никогда не покидало ощущение, что люди на самом деле не понимают возможностей кибервойны. Помимо очевидных вещей, знаете, взломов компьютеров людей или использования интернета и фейсбука, сейчас выясняется, знаете, что они использовали фейсбук для распространения определенного рода пропаганды. Пропаганда существовала всегда. То есть, знаете, начиная с Лени Рифеншталей, после, мы видели много пропаганды. О, я заметил. Верно. Но смысл в том, что помимо пропаганды, есть и другие способы ведения кибервойны, которые были применены. Мы их применяли, русские их применяли, и мы должны информировать людей о возможностях кибервойны, помимо распространения и доверия и смятения в демократических обществах. Хорошо. Есть пара моментов. Во-первых, вы объединились с такими людьми, как Макс Бут и Дэвид Фрам, которые давно выступают за реальные, горячие войны. Оба были большими сторонниками войны в Ираке, основываясь на идее о том, что Саддам обладает оружием массового уничтожения. Кажется, вы сняли фильм как раз на эту тему, который выйдет в конце этого месяца, где вы заняли иную позицию. Но нет ли у вас легкой обеспокоенности тем, что вы заводите связи с людьми, которые поддерживали и делали это десятилетиями, череду настоящих войн, в которых гибнут люди. Не испытываете дискомфорта? Ну, знаете, у нас есть люди с разных сторон. Есть Норман Орнстин, есть такой же, Джеймс Клаппер, директор национальной разведки и еще много сторонников. Норман Лиер является сторонником с нами, либералы и ястребы и голуби, как говорится, с обеих сторон. Так что мы не призываем начать войну. А, вы просто это говорите. Начать традиционную войну с Россией. Но у нас уже идет кибервойна с ними. И если люди не хотят этого замечать, то они подвергают себя опасности. Мысль, которую я хочу донести, и людям это очень важно понять, потому что это не имеет никакого отношения к Дональду Трампу, поверьте мне. Все, что с ним должно случиться, обязательно случится. То есть расследования уже идут. Малер найдет то, что должен найти. Сенат и Палата проводят свои расследования. Они найдут то, что должны найти. Но кроме этого, нас в определенной степени оккупировали. И что меня очень расстраивает. Я не знаю, сколько вам лет, Такер, но, знаете, я помню, как мне приходилось спрятаться под столом во времена Холодной войны в 50-х, потому что мы боялись, что на нас нападут при помощи ядерной бомбы. И когда бы наша страна не переживала нападения, в том или ином виде, был ли это Перл-Харбор или 11 сентября, мы всегда объединяемся, как страна, чтобы защитить себя от врага, внешних врагов, понимаете? И такое происходит впервые, потому что я считаю, что мы так расколоты, как страна, и мы это понимаем. Но может это одна из причин? Может в этом и есть одна из причин? Потому что это так... Я согласен с вами, мы очень расколоты, и может быть это одна из причин раскола. Многое из этого крайне лицемерно. Всякий, кто следит за кибервойной, скажет вам, всякий честный человек скажет, что китайские военные являются главными обвиняемыми в Соединенных Штатах, взломавшими не так давно Белый дом и их компьютерную систему и систему почти каждого федерального ведомства. Никто ничего не сказал. Вы, голливудские ребята, продаете ваши фильмы в Китае. Вы подчиняетесь императивам их управления пропагандой и цензурой. Вы исправляете свои фильмы, чтобы им соответствовать. И до сих пор никто не говорил, что у нас война с Китаем, и мне интересно почему. Так что вы подлизываетесь к режиму, который на самом деле взломал и украл промышленные военные секреты, что наносит ущерб этой стране. И вы молчите. Пока Хиллари Клинтон не проиграла, и внезапно мы воюем с Россией. Понимаете, почему некоторые из нас говорят, погодите секундочку, Рубрайнер, где ваше заявление по Китаю? Почему вы продаете там свои фильмы? Справедливый вопрос? Я не... Я не... Я сейчас не снимаю с Китая ответственность. Конечно, снимаете. Вы, голливудские ребята, продаете у них свои фильмы, и вы позволяете их управлению цензурой переделывать ваши фильмы для того, чтобы заработать денег. Да, лично я такого не делаю, потому что... Ой, да ладно, всякий, кто продает свои фильмы в Китае, это знает. Вы это знаете. Так что давайте прекратим, понимаете, о чем я. Немножечко привирать, ведь это реально, верно? Да, но... Вот в чем... В чем... В чем разница, Такер. Китайцы делали некоторые вещи, и мы делали некоторые вещи, мы тоже делали вещи намного хуже. А, их нельзя осуждать, но мы будем осуждать Россию. И почему? Просто говорю, что это полная бессмыслица. Вы не даете мне высказать мысль. Продолжайте. И знаете, мы знаем о вирусе Стакснет, мы знаем возможности кибервойны. Она заключается не просто во взломе компьютера и краже информации. Она заключается в использовании этой информации определенным образом, в качестве оружия. И можно задействовать ее в пропаганде, что уже и происходило, или же использовать ее в качестве физического воздействия для нарушения работы электростанций, водоснабжения и так далее. Ну да. Русские делали это на Украине, а мы, как я и сказал, запустили вирус Стакснет в Иране. И это не удивляет. Смысл в том, что нам сейчас нужно понять возможности, чтобы мы могли принять ряд необходимых мер, чтобы защитить и обезопасить себя. И я согласен со всем сказанным вами. Мне нравится, что вы с этим согласны. Но вы не ответили на мой вопрос. И какой был вопрос? Вопрос такой. Если Китай является для Соединенных Штатов более серьезным злоумышленником, чем Россия, я считаю, что все согласятся, что это так. Почему его нет в вашем ролике? Ну, Китай не вмешивался напрямую в наши демократические процессы, в наши выборы. Вы это серьезно? Конечно, они вмешивались. Они украли информацию непосредственно у правительства США, у наших политических фигур, у Пентагона, у ЦРУ, у Белого дома. И если это не считается нашей политической системой, то я не понимаю, что тогда считается. Я не говорил, что это не считается нашей политической системой. Конечно, считается. Но я имел в виду, что они не применили эти материалы для попытки как-то повлиять на выборы... А-а-а, навредить Хиллари, я понял. Понимаете, почему некоторые из нас настроены несколько скептически? Возможно, вы не продаете в России столько же фильмов, сколько продаете в Китае. В любом случае, несмотря на это, удачи вам с Дэвидом Фрамом и Максом Бутом. Был рад вас видеть, Роб, спасибо. Был рад вас видеть. Дорогие друзья, большое вам спасибо за ваши репосты в соцсетях и финансовую поддержку. Это очень нам помогает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова